И здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова я, Андрюха Рейс, и добро пожаловать в Австрию на девятый этап третьего сезона, где у нас в квалификации будет Ливий. Найс! Просто! Все мои надежды на то, чтобы куда-то далеко пройти, как-то сделать хорошую квалификацию, а не просто... Да... И как-то меня начинает расстраивать то, что у нас в каждой второй квалификации дождь, потому что у нас слишком часто дождь бывает, не заметили, а? А? Ну, блин, это как-то не очень классно, а то сейчас будет как в 2016-й формуле, когда каждую гонку был дождь в квале, и боты там ехали на сликах. Ну, ладно. Первый сегмент я чуть... Я чуть не вылетел в первом сегменте, чтобы вы поняли. За мной еще также застрял Вебер, который ехал достаточно быстро, потому что у него Вильямс. А я как бы, да, я чуть не вылетел, потому что вначале был Ливень, и только потом можно было как-то нормально проехать на промежутке. Ну, хотя две десятки это далеко до вылета в Австрии, но Джовинаци немного не прошел дальше. Он девятнадцатый. Ну, ладно. Второй сегмент тоже прохожу дальше, тоже нормально, только на волоске снова. Ну, девятая позиция может стать на волоске, хотя, если так подумать, то мы боремся максимум за девятую позицию, потому что топ-4 команды пока что не догнать, к сожалению. А так проходят все те, кто и должен был пройти, кроме Джовинаци. Вот вместо Гасли должен был быть Джовинаци. Вылетает у нас также еще, ну, все, кто должен был, собственно говоря, вылететь. Ну, и третий сегмент, где я прыгнул выше своей головы, и да, я вам показываю не лучшую мою игру, потому что тот получился не очень честным. Не очень, да. И скажу, кстати, еще вам то, что в третий поворот машина тупо не тормозила. Отторможишься за сто метров до начала, и просто ноль торможения, она у тебя пролетает дальше. И ничего мне с этим делать, собственно говоря, потому что она вообще не оттормаживается. И меня это, если честно, прям бесило, что надо тормозить раньше сто метров, хотя на всех нормальных машинах я торможу от сто метров, а то и позже. Ну, как бы ладно. И, как бы, да, можно прокачать ветку тормозов, но если я их прокачаю, то у меня будут вечные блокировки, а я этого не хочу. Хотя пролетать торможение тоже как-то не айс, но ладно. Квалификация на восьмой позиции, и я прошел себя себя на Феттеля, так что прыгнул выше своей головы, хотя пройти Феттеля это уже могут многие, но как бы ладно. А по полной стартовой решетке у нас на поле стартует Льюис Хэмильтон и второй Джордж Рассел. Между ними целая десятка, и это много. Дальше у нас Кимми Райканен, аж третий, Карл Сайнс, Укас Вейбер, Шарль Леклер, седьмой Олэн Стролл, восьмой я, девятый Себастьян Феттель и десятый Пьен Гасли. И, в принципе, ничего такого пароксального нет, кроме того, что в 12-19 на последнем ряду. Хотя то же самое было на прошлой гонке, но там у него был штраф, и там мы вообще стартовали. И с задницы, а приехали достаточно на хорошие позиции. Ну, надеюсь, здесь будет так же. На гонку у нас прогнозируется дождик, маленькая такая тучечка, не под конец дистанции. И будет, надеюсь, интересно. Гаснут огни стартуют Гран-при Австрии. Стартую я достаточно хорошо, но Феттель, конечно, срывается лучше. По внутренней траектории заезжаю в поворот, его режу во избежание контактов. Выхожу как бы лучше Строла, но тут я понимаю, что у меня Хас полное ведро, потому что Стролл просто улетает от меня. И только тут, в третий поворот на торможении, я смогу как-то с ними поравляться. Эээ, поравляться, да. Поравняться, пройти Строла. И думал Леклеры как-то пройти, но боты там просто тупо мне не оставляют места. И как бы, да. И я даже специально срезал шикану, вы это видели. Тупо во избежание контактов, потому что боты тупо не оставляют места. И знаете, как это бесит, если честно. Особенно после езды с реальными людьми в реальном чемпионате, да. Ну, ладно. Продолжаем первый круг. Я ошибаюсь. И из-за этого Стролл меня сейчас будет проходить, атаковать и уезжать. И так практически происходит, если бы я не закрывал бы ему траекторию и не вылетал бы куда-то широко и не отыгрывал бы на этом времени. Ну, а так совершаю первый круг на седьмой позиции. И я уже больше чем в секунде от Леклера. Просто найс. А дальше, в принципе, у нас происходит, ну, да, повтор старта. А потом у нас происходит, ну, можно сказать, ровным счетом ничего. Потому что Лендстролл как и преследовал меня, так и преследовал. Но потом у него возникли вообще какие-то непонятные проблемы с машиной. И он начал меня как-то слишком стремительно догонять. И вообще, он сначала терял позиции, а потом их решили. И он чуть ли меня вплотную не догнал. Ну, как бы ладно. Вот как бы, как его проходили. Он забрал за собой группу. Вон он, я в первый поворот заезжаю. А тут его уже приходит сразу и Феттель, и Гасли. Это просто его провал. Ну, а дальше мы переносимся на шестой круг, на седьмой. Где у нас появляется виртуальная машина безопасности. Почему вот нереально? Вот вопрос. Почему в этой игре я не могу увидеть реальную машину безопасности? Она была только один раз. Сходит у нас Серхио Перес. В принципе, ну, по проблеме с мотором, немного застопил Макларен. А так, в принципе, ну, только виртуальная машина безопасности из-за него появилась. А так всё. Ну и рестарт. Рестарт, как обычно, с виртуальной машиной безопасности у меня хороший. Потому что я знаю, какие числа надо держать в каких диапазонах. И от Феттеля даже знала, что намного оторвался. Было около секунды, стало побольше секунды. И дальше на восьмом круге у меня пидстоп. Наконец-таки. И, наверное, возможно, можно было бы заехать под режимом машины безопасности. Хотя она там уже убиралась. Как бы, ладно. Заезжаем на пидстоп, переобуваемся на комплект медиума. И уже едем до финиша. Выезжаю я, конечно же, на последней позиции. На девятнадцатый. Потому что, ну, все проносятся тупо мимо. Потому что тут всё достаточно плотно. Только Ники Хюркенберг собрал за собой какую-то группу. И они вместе с Ботсом и Квятом очень-очень плотно ехали. И очень сильно отстали от впереди идущих. И выехал я, значит, себе такой, и думаю, что сейчас, как пройду Леклера Андерката, мне будет интересно. Но я потом убираюсь в тупо в эту группу в конце десятого круга. И только сейчас начинается волна пидстопов. И передо мной Квят отакует Хюркенберга. Я за всем этим наблюдаю. Очень-очень медленно приезжаю. И если бы я приехал бы быстро, как обычно, этот пород, я бы вышел бы впереди Феттеля. А так он впереди меня, ещё и прошёл Хюркенберга без ДРС. И всё. Я, да, я тоже прошёл эти три болида. Уже даже и на Феттеля пытался отковать. И просто подрубил всё, что можно. У него ж нету ДРС. А у меня есть. Я к нему как быстро приближаюсь. И да, мы даже поравнялись. Я по внешней траектории даже лучше вышел. Казалось мне. Но они меня просто дёргают на разгонах и на прямых. Это что такое вообще? Как так можно? Что за читы? И он сразу же начинает отъезжать. Вот если бы не три зоны ДРС на этой трассе, всё, я бы его больше не увидел бы в этой гонке. А так, благодаря трём зонам, я смог удержаться в его крыле и остаться в секунде. Из-за этого на следующих трёх зонах ДРС я получаю, собственно говоря, ДРС. И это позволяет мне держаться с ним. И дальше продолжаются у нас пидстопы. Некоторые задержатся комплектом Харда. Я их поздравляю. И вон он уже позади Лэн Строу. Чтоб вы поняли, ему починили проблемы перед пидстопом. И он просто понёсся очень-очень быстро. Потому что он провалился очень-очень далеко и так же быстро поднялся. Это прям, ну... Не знаю, как так возможно. Чё это за читы легальные? Так же я уже атакую себе Сиана Феттеля. Казалось бы, его сейчас как пройду. Я даже был... Ну, впереди его уже на выходе. В принципе, я его прошёл, но он прям позади меня. И там уже Лэн Строу через кружок к нам подъедет. И начнётся пятикруговая тройная борьба. Видите, что Легляш в четырёх секундах впереди на комплекте Харда. Вон уже Лэн Строу просто с каждым пауротом по полсекунды съедает. И всё, он уже почти у нас. И всё, Феттель прямо на моём хвосте. И сейчас он будет меня проходить, атаковать. Тем более, я ещё вышел плохо из последних поворотов. Вон уже Лэн Строу. И Феттель меня легко, наилегчайшим образом проходит. И всё, я ничего с ним не могу сейчас, по крайней мере, практически сделать. Вон уже... Вон она уже стрелочка от Лэн Строу. Феттель ещё и ДРС получил. Я от него отстаю даже в Слипстриме. И на следующей же прямой я его планирую уже атаковать. Но, в свою очередь, Лэн Строу уже в 60-х. И для меня это, конечно же, плохо. Подрубил всё, что можно. Уже поравнялся с Себастьяном. Оттормаживались бок о бок. Я был на внешней траектории. Он немного спрыгнул на меня на поребрике. И я думал, что сейчас у меня будет сломанное крыло. Но нет, он просто меня проехал. И мы поехали дальше. Но из-за моей ошибки, из-за того, что я плохо прошёл этот затяжной левый поворот, меня чуть не прошёл Лэн Строу. Но дело в том, что он меня атакует вот где. И всё-таки, слава богу, я пока что удерживаю свою позицию. Дальше у нас 15-й круг. Я пытаюсь атаковать Себастьяна Феттеля. Лэн Строу всё так же позади добивается от кого-нибудь из нас ошибки. Вышел плохо. И из-за того, что опять-таки не вписался в левый поворот, меня проходит Лэн Строу, да. В этой связке двух левых поворотов он меня просто объехал. И всё. И я тут думал, что всё это 9-я позиция на финише. Но как бы не так. Так, 17-й круг. Он пытался атаковать Себастьяна Феттеля, но они плохо прошли первый поворот. Из-за этого я смог его как-то перекрестить. Но опять-таки напрямую они слишком быстрые. Лэн Строу попрыгал на поребрике. И из-за этого у него был плохой выход напрямую. И я всё-таки смог его пройти. Слава богу, вернул себе позицию. Но Феттель уже далековато, если честно. И остаётся полтора круга до конца гонки. И это вообще как? Как так быстро гонка пролетела? Я, чтобы вы понимали, я думал, что у нас ещё кругов 5-6. Я, начиная спидстопать, не смотрел на счётчик кругов, чтобы вы понимали. Я был полностью застреливодчен на борьбе. Потому что она тут была на каждом повороте. И Лэн Строу я даже тут пытался атаковать. Но я ему закрыл траекторию. И даже чуть ли не выпал из секунды от Себастьяна Феттеля. И дальше мы уходим на финальный круг, где боты подрывают вообще всё, что можно и начинают ехать слишком быстро. И только тут, когда мне инженер сказал, что это последний круг, я очнулся и понял, что... Ау, я Феттеля ещё и не прошёл. Он у меня как на ладони, но он не пройден. Подадим Лэн Строу, который меня сейчас может дёрнуть, если я плохо выйду из этого поворота. Феттель проезжает по обломкам, но ничего не происходит. Повреждение, симуляция. Напомню, уже топливо на исходе. И я не смог его пройти на последнем возможном месте атаки. Из-за этого уже Лэн Строу погоди. Наверное, если бы я ошибся на третьем секторе, то всё, я был бы девятый. Но так я даже отстал от Себастьяна Феттеля. И тут я уже полностью сосредоточился на том, чтобы оброниться от Лэн Строу. Плохо вышло на коротенькую прямую. Побеждает у нас Льюис Хэммитон. И на последнем круге стоит лучший круг. Бок-обок мы едем с Лэн Строу, но всё-таки он не удерживается на внешней траектории. И я завершаю эту гонку на позиции под номером 8. Гонка боевая прошёл одного из тех... Одного из тех высших из топ-4 по кубку концепторов. Но я это сделал только из-за того, что у него были проблемы. Так бы я доехал бы только максимум на девятую позицию. Феттель бы от меня удрал бы. И всё. И было бы мне очень-очень интересно. А так у нас побеждает Льюис Хэммитон. Говорит, что да-да, Джордж Рассел, типа он у нас доминировать начал. Ага. Конечно. И взял, победил в доминирующем стиле. И заработал 26 очков. Рассел второй. Да, близко. Но всё-таки у них каждое очко на вес золота. У нас два Мерседеса на подиуме и она Альфа Ромео. Хоть это и не наши соперники, скорее всего, шансов на титул у меня нет. Хотя, с чего я должен надеяться на них, когда переходил в хас. Ну, как бы, ладно. У нас же, не как у Зетбера, тут не такая гиперплотность, что я могу докачаться в топ и выиграть титул в конце сезона. Я так не могу. Тем более, просмотров вообще не набирается, мотивации ехать, карьеру нету. Ну, ладно. У нас Киммер Экмин четвёртый, дальше Вейбер, Леклер, Феттелья и Лэнс Ролл замыкает топ-десятку. А, нет. Кас не замыкает топ-десятку, у нас Лэнс Ролл девятый. Немного оговорился, да. Дживенадс у нас с 19 на 13 прорвался. Молодец, конечно, но лучше бы в топ-десяточку заехал бы. Снова гипердолгая провис игра, игры, да. И у нас есть три человека, кто ехал в Софт Харт, это Ботос, Фюлькинберг и Шарли Клерк. И по контактам у нас их достаточно много, но это первые несколько поворотов. Остальное это у меня там маленькие тёрки. А в личном счёте у нас вообще, ну, изменений тупо ноль. Потому что, вообще, ничего, на этой гонке всё завершилось как и должно быть. Все лидеры приехали в очки. И Гасли и я заехали тоже в очки. В принципе, нормально. Всё, в принципе, так и должно было бы случиться. Потому что мы с Тридбулом боремся, ещё у нас там и Макларен в борьбе. И, в принципе, так и должно было быть. Также ещё Вильямс прошёл Феррари в кубке конструкторов. И у них там будет, скорее всего, очень долгая заруба. Также по обновлениям у нас 1500 ресурсов. Беру обновление, которое нам должно приехать на Венгрию. Это капиталочка заднего антикрыла. И оно, надеюсь, нам приедет в Венгрию. И у нас там всё будет чайки-пылки. А так у нас в аэродинамике осталось только одно обновление. А также ещё взял расход топлива. Так, чтобы добить ресурсы. И, в принципе, нам на Германию, Венгрию или Кабританию должен приехать достаточно большой пак обновлений. А по обновлениям, кстати, на этот этап у нас в Вильямс привезли достаточно нормальное обновление. И обогнали Мерседес по характеристикам. Но, видимо, Мерседес на это плевал с высокой колокольни. И всё равно он начинает, продолжает доминировать. И, в принципе, Рейсинг Пойнт обгоняет Тора Росса. И теперь Тора Росса последняя. Ну, а на этом у меня всё. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами была Андрюха Рейс. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok